Какой не в пол, только в пол. Не смог удержать её. Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground, по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Mechanic. Сегодня поиграем в BM&G Drive с рулём и покатаемся по снежной, ледяной, я бы даже сказал, трассе. Но вы сами знаете, зачем нам дан лёд. Лёд нам дан, чтобы скользить, и сегодня мы будем скользить. Слушайте, тут трасса такая, она типа с затяжным поворотом. Напишите, на какой минуте я попаду первый раз в аварию. Я буду ехать аккуратно. Короче, газ я не в пол жму. Смотрите, примерно где-то 60%, 50-60% газа пока. Надеюсь, вы успели написать, на какой минуте я попаду в аварию. Давайте, смотрите, 75% газа. Поджимаю ещё, поджимаю газ плавненько, видите? Потому что если сразу ускоряться, её прямо вот так закручивать на месте. Задний привод, все дела. Но здесь нету никаких систем стабилизации, ни курсовой устойчивости, ни АБСа, ничего вообще нету. Смотрите. Так, парни. Газ в пол. Газ в пол, поворот. Очень плавно поворачиваю. Ну, на клавиатуре я тут разложился бы уже 100%. Дожал газ в пол. Тут горочка такая небольшая. Смотрите, 130 км в час. Плавненько иду. Вообще супер плавно. Главное, обочину не цепануть. Сейчас если цепанёшь обочину, это всё будет просто крах. Так, вот так даже поближе, чтобы не лучше видеть. Тут уже такой поворот чуть круче, но всё равно достаточно плавный. Я пока сдерживаю. Сдерживаю. Руль не пытается вырваться, как на маленьких скоростях. Слушайте, 136. У меня движок начинает перегреваться. Нифига себе. Вы когда-нибудь видели, чтобы в BMG Traffic так долго мог ехать без аварий? Не знаю, сколько там уже прошло, но ещё ни одной аварии не было. Так, смотрим. Движок перегревается. Мне что, отпустить газ? Ну, я не могу отпускать газ. Мы сейчас какую-нибудь другую машину возьмём. Потому что это вообще не вариант. Смотрите. Опа. Тут, кажется, сейчас крутяк какой-то будет. Так. Понесло. Нет, только не в скалы, блин. Практически получилось. Всё, она сломалась. Ладно, парни. Это была лишь только разминочка. Сейчас мы возьмём что-то действительно... Что-то действительно крутое. Так, чтобы нам взять такое крутое. Можно даже полноприводное взять. Оно же вообще неуправляемое. У нас есть, кстати, смотрите. У нас есть Chaser Tower V. Давайте попробуем его. Не знаю, работает он или нет. Давно не проверял эти машины. Как бы, ну, не было необходимости. А тут, видите, зима. На улице зима. Тут зима. Везде зима. Так, врубаем. К сожалению, звука здесь нету. Но... Приходится с чем-то жертвовать. Парни, газ в пол. Сразу. Без всяких, короче. Без всяких. Газ в пол сразу. Пробуем. 130 уже здесь. Да вот нифига, какой руль тугой у него. Аааа. Вы видите, как... Как его фигачит, короче. Смотрите. Все, застрял, походу, да? Да, привод у нас за ней. Я просто проверял. Мало ли, вдруг у нас полный привод. Ну, короче, Турик что-то такое себе. У него руль очень тяжелый. Вот смотрите. Мне прям реально приходится прикладывать прям усилия, чтобы этим рулем повернуть. Хотя на месте он как бы более-менее. Не, ну, слушайте, ладно. Это все не то, короче. Это дичь какая-то. Нам нужна нормальная машина. Такая машина нам не подойдет. Это слишком жесткий. Давайте возьмем... Ну, так вот что-нибудь. Начнем с чего-нибудь, да? Давайте вот с этой. Или вот, вот. Вот у нас автомат есть. Берем автомат. Тачка полноприводная вроде как. И она реально мощная. Реально очень мощная. Я надеюсь, что... О, слышите? Звук то, что надо. Не в пол. В пол. В пол, черт возьми. Какое не в пол? Только в пол. 130 уже страшно, пипец. Короче, не сбавляем скорости. Вхожу в поворот. Не смог удержать ее. Я пытался, видели? Максимально плавно, короче. Но... Тут просто не вышло. Стоп. Стоп. Она на ходу. Она на ходу, ребята. У нее, кстати, посмотрите. У нее полоски, как у BMW Альпины. Так. У нас, по-моему... Ну, некоторые проблемы с рулевым управлением. Такие, ну, совсем чуть-чуть. Это универсал от BMW, мне кажется. В пол. У меня... Ну, руль, видите, как... Он далек до прямого положения. Очень сильно далек. Так, ну-ка, я вам даже покажу сейчас, насколько он далек. Короче, пипец. Вот в салоне даже видно, как руль вывернут. Ну, так же, как и у меня, короче. Насколько-то оборотов там. Так. А может, надо из салона? Я не знаю, я думал, что получится типа снежный дрифт, но, как видите, у меня... У меня еще есть С. Это по-любому какая-то система стабилизации. Там, не знаю, курсовая устойчивость или что-то такое. Она работает. Слушайте. Подождите, а мы ее сейчас отключим. Стоп. Сейчас без нее попробуем. В пол. Вот это уже поинтереснее пошло дело. Ее чуть подзаносят. И у нас, смотрите, сейчас будет прям первый поворот. Короче, я, наверное, слишком плавно там пробовал. Надо было чуть агрессивнее. Можно было даже, наверное, немного в занос уйти. Оп. Тихо. Никаких маятников. Размотался. Блин, размотался опять. Но тачка рабочая. Она очень классная, кстати. Слушайте, она реально очень классная. Смотрите, есть С, можно отключить, можно нет. Силовой агрегат. Так. Давайте что-нибудь другое выберем. Что мы... Может передний... Ну, переднеприводная будет неинтересна, потому что ее не будет носить. Надо что-то такое прямо... Хардкорное. Что-то классное. Вот эта у нас едет вообще? Она ездит или нет? Давайте. Да, парни, мы должны проверить это. Так. Куда у нас руль хочет крутиться? Здесь, как видите, никаких ЕСС, ничего нету. Ух, какой разгон у нее яростный. Блин, тачка едет. Да, едет хорошо. И сейчас будет ледок. А у нее уже проблемы. Чтобы вы понимали, ну, обычно, когда на сухом, типа, вот так крутишь рулем, машина должна... Должна как-то реагировать на это. А, ну, тут уже все, в принципе. Уже как бы намотался. Хочу второй шанс. Дайте второй шанс, пожалуйста. Сразу же поехали. Мы можем сейчас попробовать в другую еще сторону ездить. Но в эту сторону, мне кажется, прикольнее. Здесь именно такой, знаете, плавный затяжной поворот. И, по сути... Так, вот я сбавил газ. Сейчас попробуем пройти вот так, более-менее нормально, как бы, да? Под сбросом газа. И именно на повороте нажал. Ну, вообще изи. Видите? Вообще изи. Тут реально, походу, только скорость влияет. То есть, именно скорость не дает нормального пройти. Слишком быстро мы пытаемся это сделать. Так. Сто... Сколько? Сто восемьдесят уже? Нифига себе! Ну, я бы зимой не рискнул с такой скоростью ехать. Сто восемьдесят. Слишком, блин, слишком опасно. Двести. Двести зимой на заднем приводе, ребят. Ой. Тихо. Нормально, пока идем, идем. Давай, давай, давай. Наверное, наверное, вот это будет наш последний поворот. Ну, как бы да. Она живая. Она живая, с ней ничего не случилось. Ну, если не брать в расчет то, что она на крыше лежит, она реально живая. Или нет? Задним колесам конец уже. А что дым такой синий пошел? Дым синий! Смотрите, синий туман. Ну, можно, конечно, перевернуть. Попробовать. Давай, да перевернись ты уже. А, нет. А я что-то надеялся, что с ней как-то все нормально будет. Ну, что-то такое, как бы не очень. Так, какую сторону там у нас колеса-то? Мне кажется, у нас сход, схождение колес неправильное. А, она даже не шлифует, смотрите. Вот назад шлифует, а вперед нет. Лол, прикол. Черт, засадил машину просто. Просто в снег вообще засадил. Я хотел просто развернуться для того, чтобы попробовать в другую сторону поехать. Ну, типа, не все же в одну сторону, как говорится. Так, сейчас мы ее сохраним здесь. Давайте попробуем другую машину, что ли, не знаю. Хочется что-нибудь реально быстрое, но именно совсем дрифтовую брать не хочется. Ну, тут и так все заносит. Вот, если я возьму именно совсем дрифтовую, то будет, ну, просто, просто жесть какая-то будет. Так, мы возьмем что-нибудь, что-нибудь, может, полицейскую? Нет, давайте вот эту кастом. Или вот, V8. А кастом на нас V8 или нет? Короче, ладно, давайте возьмем, которая написана V8. Не знаю, на кастом есть V8 мотор или там какой-нибудь 6-ти цилиндров. Ух ты! Ни хрена какой звукан! Отстреливает! Она не шлифует почему-то. Так. Не, не шлифует! Почему не шлифует? Что за система стабилизации тут вообще включена, я не понял. Стоп, стоп, стоп. Куда, куда ты? Блин, вот это моща! Посмотрите, что делает. Так. Вот эта сторона, наверное, интересно будет ехать. Сейчас из-за бочки выберемся. И погнали. Давай, давай, давай! Зима, блин! Повороты! Лед! Офигеть! Задний привод! V8! Тим, что еще надо! Смотрите, насколько она идеально идет. Просто супер идеально! 180! Сейчас будет поворот. Да, не вышло. Не вышло. Да. Короче, что-то они не дрифтят. Вот смотрите. Только в сугробы дрифтит она. Ну-ка, 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 давай, давай, разгазуйся. Может надо как-то вот... Я не понимаю, там что, нагнетатель какой-то стоит или что? Ну вот, видите, как ускорение происходит как-то странно. Стоп. А, подождите, подождите, подождите. Где-то здесь был ручник, вон. Раздуваем. О-о-о! Вот оно! Ха-ха-ха-ха! Вот оно! Приколюха! Вот это реальная приколюха! Так, еще чуть-чуть. В принципе, мы тут выйдем. Задний привод мощный. Ну, немножко я подбил. Такое прям вообще мелочь. Так, а где у нас вид из салона? Давайте попробуем. Из салона тоже прикольно. Главное не намотаться, пацаны. Главное не намотаться. Наверное, в одном из следующих видео у нас будет тут внедорожный тест по льду, по снегу. И у нас обязательно будет... Нифига, посмотрите, я стрелку спидометра положил. Слушайте, а что ее так болтает? Смотрите, ее болтает реально. Ух ты, е-мое! Что там с ней? Офигеть, вот это намотался! Просто намотался! Посмотрите на это! Ха-ха-ха! Жесть! Короче, у нас в одном из видео у следующих будет погоня. Потому что я знаю, что вы их ждете. Так. Нет колеса. И тачка просто жестко намотана на маленькую такую березочку. Давайте что-нибудь еще попробуем. Что-нибудь офигительное сейчас надо взять. Какой-нибудь мощный передний привод надо попробовать. Как он себя будет вести здесь. Так, вот эти переднеприводные же, по-моему. Мне кажется, это не полный, а именно передний здесь привод. Сейчас попробуем. Также сейчас с ручничка. На переднем приводе, кстати, с ручничка вообще нормально зимой. Турбовый мотор. Стоп. С ручником ехал, видели, да? Турбина раздувается просто вообще на... Ну, ура, нифига, какой тяжелый руль тут. Я на ней расшибусь сто процентов. Расшибусь просто. Ее вообще... Куда ты? Куда нафиг? Живой, кстати, живой. Ах, ты блин. Подождите, а какой у него привод-то? Я не понял, какой привод. Неужели полный? Стоп. Непонятно. Полный, походу, привод. Смотрите, как она фигачит. Она просто бешеная. Просто фигачит. Бешеная. Елки. Вот сейчас все будет, конец. Или нет? По-любому конец. Тут нереально закинуть машину, но она живая, кстати. Не будем тормозить, погнали. Так у нас задний привод? Подождите, я всегда думал, что это переднеприводная тачка. Полигонечко, потихонечку, может. Сейчас выйдем, пацаны. Смотрите. Нет, я так закопаюсь. А если вперед потихонечку? Нет, вперед вообще нет. Давайте назад. Нет, все застряло. Блин, ну она классная. Ну что, давайте... Так, это не то. Давайте, короче, шаху еще. Я знаю, что вы хотите. Мне просто не нравятся они, потому что у них сейчас звука нет. А так они, конечно, классные тачки. Вот эти вот, которые были раньше модовые. Офигенные просто. Сейчас только найти ее надо. Десяточка, не десяточка. Или десяточка. Давайте десяточку. Блин, она тоже классно сделана. Цвет вот такой у нее есть. Рапсодий. Рапсодий цвет. То, что надо. Сейчас мы прокатимся на этой ладе. Руль очень легкий пока что. Ну, потому что машины нет. Вообще прям идеально легкий руль. Если бы он был такой, когда управляешь тачкой, было бы гораздо проще. А так он... Ну, вам понятно, словами это не передать, но он очень, очень сильно тугой руль. К сожалению, вы не слышите звука мотора у этой автомобиля. А у нее нету ручника. У нее нету ручника. Но она и так замечательно шлифует. Одним колесом подшлифовывает такая. Ничего, пацаны. Сейчас мы ее раскочегарим. Погнали в салон? О, тут приборка от этой, кажется, от Приоры. Да, Приора приборка. Смотрите. Сотку едет. Ой. Тихо, 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 тихо. Очень легкий руль. Очень легкий руль на ней. Не знаю, с чем это связано, но руль очень легкий. Скорость, как видите, чуть-чуть за 100. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вообще. Ну. И что, мы вообще не разобьемся, что ли, на ней или как? Неужели я просто проеду все эти повороты на этой машине? 120 скорость. Вот тут сейчас очень, как бы, такой резкий поворот. И в любом случае тебя выносит. Но это лучший, наверное, показатель. Если не считать прошлую машину, где я просто... Стоп, а что у нас вообще с ней случилось? Лол. Да от нее вообще ничего не осталось. Она просто вся размотана. Она просто... Жесть, как вся раз... Посмотрите, у нее у тебя руль не крутится. У нее руль вообще не крутится. Заднего колеса нету. Все, она застряла. Но я сейчас выйду. Это же... Это же таз. Это таз, пацаны. Я выйду сейчас. Вот так вот. Вообще. Выехал. Да. Что-то я не ожидал, что она настолько сильно размотается. Она размоталась. Вообще в труху просто. Еще разик. Нормально. Газ в пол. Видели, как первая, вторая шлифует? Ну-ка. Да. Но не зимой. Короче, зимой, пацаны, не делайте таких глупостей. Зимой не надо. Но мы продолжаем, тем не менее, ехать на ней. Она еще едет даже после этого. Хотя она вся уже кривая, косая. Но еще едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, в снег вообще не страшно. Мне кажется, что ничего не будет, если в сугроб улететь. Правильно? Давайте попробуем. Вообще ничего нет. Никаких повреждений, если вылетел в сугроб. Блин, ну она классная. Смотрите на нее какая. Шикарная просто. Десяточка, а. Ах. Ах, песня вообще. Булочка, песня, класс. Ладно, парни, на этом будем заканчивать. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Механик. И всем пока.